Здравствуйте, меня зовут Николай Команцев, вы смотрите телевизионный проект «Знай наше». Сегодня вспомним, где и как в Могилевской области делают настоящие вкусные пельмени, а также поговорим о соках. Учеными точно установлено, что соки являются строительным материалом для нашего организма. Какой сок можно смело называть натуральным? Сейчас узнаем. Здравствуйте, Николай. Мы рады, что вы приехали к нам. Спасибо. Конечно, мы вам сейчас всё расскажем и покажем. Татьяна, скажите, пожалуйста, я вот от этой вот мисочки с чем-то непонятным не могу отвести глаз. Запах просто сногсшибательный. Что это? Николай, вы держите в руках концентрированный песеновый сок. Собственно, это и есть наш будущий сок. Концентрированный сок – это вовсе не порошок. Из свежевыжатого сока деликатным способом удаляется вода. В результате получается натурально густой концентрированный сок, удобный в транспортировке и сохранивший полезные свойства фрукта. Сейчас мы пойдём на производство, смотреть, собственно, как это всё происходит. Своё начало будущий сок берёт тут, на участке подготовки воды. Она проходит через фильтры глубокой и мембранной очистки. Дополнительно воду обеззараживают мощной ультрафиолетовой лампой. После чего подготовленную воду, согласно рецептуре, смешивают с натуральным концентрированным соком. Происходит это в гигантских купажных танках. Весь процесс занимает 15-20 минут. Ну, время зависит от рецептуры, да? От рецептуры, да. Но это всё позволяет сохранить природные свойства сока. То есть он не теряет своих потребительских свойств и витаминов. Для того, чтобы сохранить эти самые витамины и увеличить срок хранения, сок должен пройти три этапа. Деорацию. Процесс деорации – это удаление воздуха из продукта. То есть после смешивания продукт насыщен кислородом. Кислород разрушает витамины и способствует окислению. Чтобы этого не произошло, мы удаляем воздух из продукта. Гомогонизацию. Гомогонизация – это процесс измельчения мякоти. То есть под большим давлением сок проходит через плунжурные головки гомогонизатора, тем самым приобретая однородную консистенцию. И постерилизацию. Постерилизация проходит в сидящих режимах в течение 60 секунд. То есть таким самым образом сок сохраняет все полезные витамины. Сердце производства соков сочный – участок розлива. Здесь установлена уникальная машина из Швейцарии. Её особенность в том, что весь процесс розлива сока автоматизирован. Машина сама дезинфицирует материал для упаковки, наклеивает на края аппликаторную ленту. Благодаря ей швы под воздействием температуры герметически заклеиваются, формируют рукав. Далее в него в специальной асептической камере заливают сок. Потом огромные манипуляторы-ножницы формируют пакеты. Всё это происходит без доступа воздуха. А здесь, в этой машине, клеют крышечки. Это чтобы нам было удобно сок пить. Каждую секунду крышечка находит свою коробочку. А материал, из которых делают эти самые коробочки, непростой. Фирменная специальная упаковка. Да, это упаковка тетрападка, которая состоит на 75% из картона и на 25% из фольги. Это внутренняя сторона? Это внутренняя сторона. А в чём её особенность? Она препятствует проникновению воздуха и света на продукт. И не пахнет. Отправляемся дальше. Участок упаковки. Здесь сок пакуют в коробке и отправляют отдыхать. Такое увидишь не каждый день. Где мы так находимся? А это участок выдержки, где детское питание выдерживается в течение 15 суток, прежде чем попасть в продажу. То есть именно детский суток, да? Да. А взрослые? А взрослые выдержатся в течение 10 суток. Это обязательно? Да, это обязательно. А как оттуда достают? У вас это высокие сотрудники. Наша экскурсия закончилась дегустацией. Попробовав апельсинный сок, который был приготовлен у меня на глазах, сложилось только одно мнение. Знаете, действительно вкусно, действительно сочно. В 1879 году в России, в Нижнем Новгороде появились слова «Готов упасть я на колени пред тем, кто выдумал пельмени». И сегодня нас ждет экскурсия по участку, по производству пельмени Могилевского мясокомбината. Пельмени – любимое блюдо многих, так как в их приготовлении всякий народ называет их пельмени. По-своему, русское слово «пельмени» заимствовано из языка кумии и означает «хлебная уха». Расскажет мне о пельменях Оксана Владимировна Окунева, главный технолог Могилевского мясокомбината. Оксана Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Я знаю, что Могилевский мясокомбинат выпускает два вида пельменей. Одни для взрослых, и, как ни странно это звучит, есть еще пельмени для детей. Детская линия, да. Расскажите, пожалуйста, о детских пельменях. О детских пельменях. Хорошо. Для приготовления детских пельменей мы используем только мясо говядины, мясо свинины, никаких субпродуктов, никаких заменителей мяса. Обратите внимание, какой крупный фарш. Для того, чтобы пельмени держали форму, фарш измельчают в гигантской мясорубке. Мы используем пищевое цитрусовое волокно, которое выделено из высушенной апельсиновой накоси. И чем полезны эти волокна? Они улучшают пищеварение у детей, позволяют вывозить радионуклиды, канцерогены. То есть, уменьшают риск ожирения у детей. Скажите, пожалуйста, о взрослых детских пельменях полезны? Конечно, полезны. Ну что, фарш приготовили. Теперь будем лепить пельмени. Тесто готовится по классическому и простому рецепту. Что нужно для теста? Мука, вода, соль и яичная масса. Здесь ручного труда нет. Здесь ручного труда нет. Здесь все фиксирует машина, все компоненты взвешиваются автоматически. Через 15-20 минут тесто готовое отправляется дальше, к конвейеру. Доминионе пунта паста. Это итальянское оборудование, на котором делают вкусные пельмени вакуумы. Эта машина одновременно раскатывает два полотна теста. На входе толщина около 5 мм, на выходе 2,5 мм. Наполнение пельменей происходит под вакуумом. Это позволяет увеличить количество мясного фарша в пельменях до 52% и одновременно делает их форму идеальной. Детские пельмени выпускаются в Могилеве только в форме сердечка. Оксана Владимировна, скажите, пожалуйста, а кто там сидит? Куда все уходят пельмени? А это, Николай, я вам скажу. Значит, формованные пельмени направляются в сыроморозильный агрегат. Очень важно, чтобы пельмени прошли очень быстро в качестве заморозки. Шоковая заморозка. Да, шоковая заморозка, которая позволяет в первую очередь сохранить вкусовые качества пельменей. Вот, видите, какая красота на выходе. После заморозки пельмени попадают на весовой дозатор. Ну, проще говоря, большие весы, которые управляются автоматикой. Прежде чем партия готовых пельменей попадет на плывавки магазинов, на мясокомбинате им устраивает серьезный выпускный экзамен. Сотрудники лаборатории каждую партию проверяют по нескольким параметрам. Это температура фарша, это масса пельменей, это толщина тестовой оболочки, а также это содержание соли, содержание белка, содержание жира. Мы можем уверенно сказать, пельмени от Могилевского мясокомбината – это качество. Да. Все, что мы узнали и увидели в процессе производства, проверили на себе. Приготовили рекомендованное для детского питания пельмени лакомое. Вы знаете, лакомые пельмени от Могилевского мясокомбината оправдывают свое название. Они действительно лакомые. Как приятно знать, что ты что-то узнал, сказал когда-то великий Мольер. Добавлю, смотрите телепроект «Знай наши» и делайте для себя новое открытие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова